Развитию адаптивного спорта в районе уделяется особое внимание. Сегодня более полутора тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность заниматься физической культурой и спортом. Сборная команда Славянского района больше пяти раз становилась победителем спартакиады-инвалидов Кубани. Помимо спартакиады проводятся краевые соревнования по отдельным видам спорта. И там славянские паралимпийцы находятся в числе лучших. В Славянске-на-Кубани в спортивном комплексе «Лидер» прошел чемпионат Краснодарского края по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. За победу приехали побороться более 20 паралимпийцев из восьми районов края. Это очень такое знаменательное событие не только для Славянского района, но и для края, потому что за, грубо говоря, больше 15 лет развивается паралимпийский спорт в крае. Но соревнования по настольному теннису проводятся впервые. Но уровень соревнований очень высокий, потому что принимают участие 4 мастера спорта по спорту с поражением опорно-двигательного аппарата. Три из них – это призеры чемпионата России и один чемпион России прошлых лет. Команду Славянского района представляли 4 спортсмена отделения адаптивных видов спорта «Спортшколы Триумф». Каждый из них продемонстрировал отличные результаты по итогам чемпионата. Первое место среди мужчин завоевал Николай Шеметов, бронза у Сергея Юрчила, пятое место у Максима Пахилько. Есть победы и у женщин. Елена Татаркина завоевала золотую медаль. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События».